Дорогие друзья, с вами снова Елена, наши эзотерические уроки фэн-шун. Я продолжаю давать ответы на ваши подсчеты. И сейчас зашло дело до тех, у кого в сумме получилось 7. Если у вас получилось 7, вы будете жить целый год под знаком карты колесниц. Карта достаточно интересная для тех, кто правильно прочитает то, что она вам сулит. Могу сказать, что вы точно заканчиваете какой-то этап в своей жизни, и у вас наступает перелом. Поэтому, как говорится, какой-то блок жизни уходит в небытие, и вы в самом, так сказать, прекрасном настроении и бодрости духа встречаете новый период в своей жизни. Чем он может ознаменоваться в этом году? Вы можете поменять место жительства, вы можете поменять государство, вы можете поменять работу, вы можете отправляться в путешествие. Все это замечательно удается под энергиями карты колесница. Это движение вперед. Мало того, что вы уже готовы к этим всем мероприятиям, вы еще полны энергии. Вы настолько верить будете в этом году в свои силы, в свои возможности, настолько будете активны, что все эти начинания совершенно вас страшить и не будут. Впрочем, почему их надо бояться? Вы уже выросли из детских штанишек, вы давно уже смотрите с них нелепо. Пора уже одеваться по возрасту, по возможностям. Вы возмужали, и у вас открываются новые горизонты. Можете смело туда бросаться. Если по каким-то причинам из всего обещанного нет ни смены места жительства, ничего такого не планируется и прочее, значит, извлеките для себя полезное это путешествие. В этом году вам, само собой разумеется, нужно много ездить, путешествовать, познать что-то новое, иначе энергия этого года вообще пройдет мимо вас. Будьте любезны. Прямо вот сейчас, в январе месяце, начинай планировать, когда бы вам было максимально комфортно съездить в путешествие. Это не обязательно должны быть экзотические страны. Можно поездить по стране, посмотреть, что там есть интересного. Естественно, колесница предполагает, что это, скорее всего, будет наземный транспорт. То есть, попутешествовать в машине, посмотреть, останавливаться, где вам нравится, становиться пикником где-то там или там бивоаком, то есть, ставить палатку, отдохнули здесь, поехали дальше. Самое главное, чтобы у вас было прекрасное настроение. Это время для активного отдыха, для активных занятий спортом. Вы там откладывали спортивное упражнение, зал вас ждет. Вам пора уже озаботиться этим вопросом. Скорее всего, сама уже обстановка и ваше здоровье вам рекомендуют хорошо позаниматься спортом. Я вам уже сказала, что вы будете достаточно энергичны и будете искать все время новые способы реализации. Это правильно в этом году. Это даже приветствуется, это все замечательно. Только помните, пожалуйста, здравый смысл должен присутствовать. Уже совсем откровенные авантюры такие, в них, пожалуйста, не пускайте. Все-таки обдумывать ситуацию нужно. Помните, что колесница несется достаточно быстро. Вы не успеете сориентироваться, когда вместо того, чтобы доехать к победе, поедете в совсем другом направлении. Поэтому, прежде чем во что-то пускаться, все равно надо отдавать себе отчет, что вы вообще затеяли. Крутых поворотов по пути продвижения этого года тоже достаточное количество. Он неровный, он эмоционально нестабильный. Он на события очень богатый. Не все эти события, конечно, дорогие друзья, вам в руку. Поэтому ум, пожалуйста, сердце будет манить. Вам всего будет очень хотеться. Вы просто раскроетесь к восприятию жизни. Всего хочу, везде успешен. Все, сейчас вот это схвачу, унесу. Главное, не порвитесь по дороге. Голова, прежде всего, ваше сердце будет в этом году горячее, всего желающего. А мозги должны все-таки остаться холодными. Тогда у вас все будет замечательно. И еще, дорогие мои друзья, если вам выпала эта карта, давайте договоримся следующим образом. Это ваше первое и последнее предсказание на этот год. Категорически в этот год не рекомендовано совать свой нос в тайны. Будь то касаемо тайн ваших друзей или какие-то еще обстоятельства, или вам очень захочется заглянуть в свою судьбу, вы начнете ходить к астрологам и гадалкам. Под знамением этой карты знать лишнего вам не нужно и даже возбраняется. Поэтому вы сами регулируйте, пожалуйста, как у вас пойдет год. Я вам, в принципе, набросала канву. Голову самое главное иметь и лишнее не заглядывать. И тайны, которые вам стараются доверить, тоже по возможности избегайте, потому что этих тайн, потому что они вам ничего хорошего не принесут. Кто-нибудь сольет по этому информацию, может не вам одному доверили эту тайну, но, как правило, вы останетесь виноватым в разоблачении этого человека. И не сможете ему даже доказать, что это не вы распространили слухи. Поэтому помните, пожалуйста, тайны не для вас. Все явное, пожалуйста. Занимайтесь нормальной жизнью, путешествуйте, ведите активный образ жизни, начинайте новый этап в своей судьбе. Хотите, сделайте ремонт, это тоже обновление. Вносите живую струю в свою жизнь. А вот эти все подковерные таинственные истории будете изучать в следующем году, когда для вас это будет совершенно безопасно. Итак, мы тайнами не занимаемся, но все-таки помним, что это год для прорыва, хорошо продуманного. Вы удивитесь, если правильно поставить вопрос, какие трудные вопросы, которые многолетним образом не решались, вы в конце концов могли осилить и осуществить. Это, в принципе, сама идея этого года. Что-то новое начать, заложить фундамент для будущих достижений. Вот куда растрачивайте силы. Давно собирались что-то открыть в свое дело? Пробуйте. Что-то хотите там, например, поменять в своей жизни, что уже старело? Самое время. Естественно, конечно, сели план, подумали, так, это мне получается, вот на это мне надо столько денег, а где я их буду брать? Ну, вот такая вот сюжетная канва. Если у вас там по дороге все укладывается, как говорится, остается только самому и ринуться вперед. Самое время давайте. Если чувствуете, что это явная авантюра, на которую вас тоже будет пушить в этом году, ну да, и что-то другое тогда изберите, потому что если это уже совсем абсурд, абсурдом он и закончится. То есть вот так прекрасно возможности, во всяком случае, неожиданные, на которые вы даже не рассчитывали в этом году, вполне вас могут постигнуть. Так что правильно ловите эту свежую струю жизни вокруг вас. У вас сама природа, сама судьба готовит к тому, чтобы что-то новое, интересное, занимательное в вашей судьбе произошло. Вот. Ну, как-то так, дорогие мои друзья. Для тех, кто давно вынашивал план, уже давно разработал стратегии и не получал импульса, это самый прекрасный год для старта. Не пропустите. Удача на вашей стороне. Следующий год такие возможности вам не подарят. Ну, а для всех остальных счастливого просто года, потому что, собственно говоря, если вы для себя ничего такого не планируете, то просто проживите счастливый нормальный год, без особых катаклизмов. Все у вас в этот год должно случиться достаточно прекрасно. Ну и помните, что колесница – это выражение вашего автомобиля. Кто его не имел, возможно, его купит. Тот, кто имеет, тот получит от него удовольствие. Ну и как из неприятного, конечно, вам придется достаточно серьезно заниматься вашей машиной. Возможно, она будет требовать в этом году ремонта. То есть запланируйте, пожалуйста, это заследство. Возможно, вам придется купить на нее резину, диски, да мало ли что. То есть машина все равно будет фигурировать в вашей жизни в течение целого года. Тем, у кого сумме получилось 8, вы становитесь в позицию достаточно сложную в этом году. Эта карта называется правосудие или справедливость. Даже если вам не придется иметь дело с органами, законом и нести ответственность за ваши делишки всякого рода, а также не посещать судебные решения, тем не менее вы должны понимать, что для вас наступает период нести ответственность за свои дела, за свою семью, за своих родителей. То есть в конце концов принять на себя те решения, которые вы давно откладывали, избегали, не считали нужным, считали, что само собой рассосется, и каждый должен выживать, как считает нужным. Это время вашей личной ответственности за все, что вы делаете. Если вы давно уже себя отучили от этого и в вопросах бизнеса давно уже ведете, скажем так, почти криминальный вариант бизнеса, то, вероятно, в этом году вы получите, наконец-то, расплату за эти вещи. И избежать вам этого вряд ли удастся. Если вы ведете честный бизнес, ответственный, то помните, что за состояние этого бизнеса, само собой, у вас там ничего не будет происходить. Если вы возглавляете этот бизнес, это ваш личный, так сказать, вопрос, то в этом году каждое решение мимо вас ни на кого не перекладываем. Во все вникаем сами, лично. Не передоверяем помощникам. Все должно для вас целый год быть прозрачным, должно проходить через ваши руки, потому что расслабление, отвлечение от этих вопросов, перекладывание на другие плечи в этом году наказуемо материальными затратами в первую очередь. Что касается семейных взаимоотношений, даже если вы дама в этой семье, это говорит о том, что в вашей опертке и в вашем внимании нуждаются ваши домочадцы. Возможно, вы уже давно не обращали внимания на собственных детей. И объясняли это тем, что вы активно работаете, и вам надо зарабатывать. Хотя ваши дети уже давно живут своей жизнью и отнюдь не той, которая вас устроит. В этом году неожиданно ваши дети могут попасть в криминальные ситуации, и вам придется этим заниматься. Это будут тоже отголоски того, что вы давно не обращали внимания на то, что следовало бы. Поэтому дети-подростки в этом году должны быть под вашим неусытным оком. Вы должны знать, чем они занимаются, куда они идут, что они делают. Если у вас маленькие дети, это самое время максимально ими заниматься. Не откладывайте это на другое время. Этот год переломный в ваших отношениях. Если его прозеваете или неправильно используете, то, вероятно, дорогие мои друзья, через какое-то время вы пожмете результаты. Результаты. Всегда можно попытаться, например, сказать мужу, что ты не занимаешься нашими детьми, поэтому они такие уродные. Поверьте мне, перекладывание ответственности и поиск того, кого будем наказывать за то, что произошло, это не исход этого года. Виноваты вы и каждый в отдельности. Поэтому это, напоминаю, время ответственности. Все, что вы получите в этом году, хорошего и нехорошего, прежде всего отголоски ваших предшествующих поступков. Дорогие мои друзья, у нас, как всегда, в критических ситуациях виноваты все кто угодно, кроме нас самих. Но помните, для вас этот год платить по счетам. Все вопросы, которые вам придется в этом году решать тем или иным образом, это явно запущенные ситуации, которые вы по какому-то стечению обстоятельств не считали для себя главным, сцедливо закрывали глазки и теперь вот, наконец-то, эти проблемы доросли до таких высот. Вот там, где у вас в этом году, как говорится, начинает рваться, это говорит о том, что эти темы вами вообще не прорабатывались в течение длительного времени. И если еще ситуация не вышла из-под контроля полностью, ваша задача сделать эти вещи приоритетными, попытаться их исправить. Это, как говорится, не надо искать виноватых, напоминаю. Не надо роптать на судьбу и на Бога, что вам на голову сыпятся эти неприятности. Прежде всего, вы заложили эти мины себе под ноги, теперь вы потихонечку по очереди на них взрываетесь. Но, к сожалению, это так. Умный человек делает всего выводы и максимально пытается спастись. Дурак продолжает взрываться на каждом очередном снаряде. Поэтому, кем вы будете в этом году, надеюсь, что умным человеком. И самое главное, самое гнусное, что можно придумать в период, это трудно для себя, это назначать виноватых. Бегите к зеркалу, он там. Этот год для ответа на вопрос, стоит ли дальше продолжать ту жизнь, которой вы занимались до этого. Возможно, вы и ничего такого не делали суперординарного, просто тянули свою лямку, волынку, ничего не меняли, роптали на судьбу, тянули этот вуз. А стоит ли оно того? Может быть, отставить это что-то, начать другое, или подумать, как выйти из этого положения. Но ваша жизнь уже не, она безрадостная, а вы идете не туда. Вот суть этого вопроса. И с этим надо что-то делать, дорогие мои друзья. Поэтому, к сожалению, это вот такой год наведения порядка в собственной жизни и в собственных рядах, пересмотр прежних отношений, прежнего места работы, прежнего всего. Так что вот эти вот вы, дорогие мои друзья, пожалуй, в этом году хотите вылить того или нет, вынуждены будете заниматься. Особенно в этом году надо насторожиться тем, кто имеет долги. Я понимаю, что долги практически имеют сейчас все, но именно те, кому пришлось на этот год эта карта, как хотите, долги в этом году надо отдать, иначе удачу вам не видать. Должникам этот год никаких благостей не подает. Поэтому хотите хоть немножечко счастья на ближайшие потом года, придется с долгами рассчитаться. Итак, сделаю вам как вывод. Этот год высветляет все ваши неправильные шаги, которые вы до этого сделали, или правильные, которые вы заложили перед этим. Вот в зависимости от того, насколько горьким или радостным будет ваш год, вы можете определить, правильно ли вы жили или неправильно. И ваши поступки, соответственно, высветлят эту ситуацию. Если у вас все идет благоприятно, или хотя бы так же, как в прошлом году, значит, продолжаем ту же самую тенденцию, наиложимые отношения, продолжаем работать. Как говорится, выжили все, что могли. И вам не за что стыдиться, и наказание ждать, как будто бы неоткуда. Если же на вас, как снежный ком, цепятся всякие судебные разбирательства, конфликты с родителями, с детьми, на работе чертите что творится. Это говорит о том, что, дорогие мои друзья, срочно пытаемся что-то сделать. Конфликты улаживаем, пересматриваем свое отношение к окружающим, возможно, свое отношение к работе, что мы там вообще вытворяем, работаем ли мы, или черти, что мы там делаем. То есть подводим итоги, делаем выводы и срочно меняем. Тогда есть возможность заложить фундамент для последующих годов. Вот так вот будет, дорогие мои друзья. Это карта справедливости. Что посеяли, то пожали. Каждый Сергей по сестре. Ну, в общем, вы поняли, да? Это как раз яркое будет кино, как вы жили до этого, и что вы, наконец-то, вырастили. Если у вас там вырос мутант, к сожалению, вы к этому приложили руку. Никто другой. Для тех, у кого в сумме получилась девятка, вы начинаете период, который у нас будет ознаменован картой отшельника. Карта отшельника в некотором смысле требует от вас уединения, приведения ваших мыслей в порядок. Возможно, вы уже настолько прожгли свою жизнь и явно занимаетесь не тем, а может быть и вообще ничем. Плывете по течению, ждете, когда там все само собой рассосется. Работа у вас временная, а то вообще никакой. Желание чем-то заниматься вообще никакого. Коротаете время между картами и рюмочкой водки. Ну, в общем, ведете асоциальный образ жизни. Инфузории туфельки, который плывет, а вось куда-то выплывет. Я даже знаю те места, куда вы выплывете, вам туда не надо. Канализация – это не для людей. Поэтому, дорогие мои друзья, карта отшельника говорит о том, что всякие ваши веселые компании, ваши душесчипательные танцы в клубах, где вы там труситесь, непонятно по какой причине, где вы на это все деньги берете. То есть ваше прожигание жизни – это уже пройденный этап. Если вы не делаете из этого выводы, и год отшельника проведете так же весело, как и предшествующее, то на несколько лет вперед вы обеспечите себе усугубление вашей ситуации. Как у вас ничего не было, так и не будет, и шансов никаких уже не представится. Это время разбираться с собой. Если вы хотите учиться – учитесь. Если вы хотите совершенствоваться – совершенствуйтесь. Перестаньте публично выражаться, идиотничать, даже если вы человек успешный и от нечего делать прожигали жизнь до этого. Помните, что не сделав уроки этого года, вы лишитесь последствий и бизнеса, все потеряете. И не такие тузы и козыря обрушивались на землю, когда они не делают вывода из собственного богатства, из собственной жизни. Все считают, что это на века, навсегда, ничего не надо делать. Надо просто ссорить деньгами, жить в свое удовольствие, и ничего тебе за это не будет. Но результаты и судьбы – тому великие примеры. И чертизон упал, и много великих упали. И теперь побираются по мусоркам. Поэтому эти годы, как у нас приходит первосвященник, как вот, например, отшельник, это годы обмысливания, как ты живешь, правильный или нет. Тебе есть над чем задуматься? Задумайся. Если у тебя, собственно говоря, обыкновенные, спокойные, сытые, веселые дети, приятный во всех отношениях муж, обихоженные родители, как говорится, особо задуматься нечем. Продолжаем в том же духе. А для тех вот этих стрекоз, которые постоянно под каждым кустом, им готовы стол и дом, и ничего не нужно. Это самое время одуматься. В чем еще особенность не очень хорошая у этого года? Дело в том, что, возможно, вы потеряете контакт со своими родственниками, близкими людьми. В семье тоже возникнут недопонимания. Это вам как раз проверка на прочность. Эту ситуацию надо не усугублять, а искать возможность компромисса, гармонии и договоренности. Если вы выполните эти уроки, то, в принципе, отношения будут вполне комфортные. Самое главное, не забудьте и не усугубляйте ситуацию, потому что это довольно-таки часто бывает в этом году, что вы перестаете понимать друг друга. В вашем близком окружении начинаются конфликты. Инициатором, возможно, являетесь вы сами. Поэтому постарайтесь. Если же конфликтуете не вы, а с вами, то будет целесообразнее просто попросить человека и даже объяснить причину, по которой вы просите, быть более лояльным, обстоятельным, не заводить конфликтные ситуации, потому что ни к чему хорошему они не проведут. Почему я еще вас остерегала против всякой публичности в этом году? Это год осмысления, и, можно сказать, его надо провести достаточно тихо. Все эти публичные выражения, вечеринки, гулянки и прочее, это идут противоречия с тенденцией этого года. А если вы эти энергии будете проталкивать и будете забывать об этом, то неизбежно ополучить неприятности по всем фронтам, по личным отношениям, по заработкам и прочему. Это самое лучшее время для того, чтобы поучиться, разобраться в себе, подумать, как вы живете, попробовать, может быть, устроиться на работу или заняться чем-то интересным, чем вы раньше не занимались, но откладывали. Вот для чего это. И для тихой жизни. Так что, если вы сумеете правильно построить этот год, то он вполне для вас пройдет благополучно. Вообще, если вывести буквально в одну формулу суть этого года, это путь к себе. Если правильно разберетесь с самим собой, заложите канву на ближайшие несколько лет. Это очень и очень важно. И спрашивать у кого-то советы совершенно нецелесообразно. Вам поможет именно уединение, для того, чтобы вы могли пообщаться с самим собой. Там вам третий собеседник абсолютно не нужен. Вам не помогут ни гадалки, ни экстрасенсы. Вы сами подумайте, туда ли вы идете. Определите цель. Весь год вам нужен для того, чтобы вы поняли, правильно ли вы живете, правильно ли вы занимаетесь жизнью, цель ли правильная. Как только вы с этим разберетесь, в следующем году вы можете прекрасно все реализовать. Год серьезный. Год подведения некоторых итогов. Так что в этом смысле еще. Для тех, кто, собственно говоря, ничего не нарушал, не плясал, напоминаю, у кого все более-менее благополучно, помните, что ваши планы, которые вы напланировали в этом году, форсировать нельзя. Ничего у вас из этого не получится. Живите так, как вам, в общем-то, обещает этот год. Спокойно, серьезно. Занимайтесь текущими делами, укрепляйте свою семью, укрепляйте свой бизнес. Особых планов не строите, в особые путешествия не пускайтесь. Это год духовного самосовершенствования. Вот так примерно и жените. А все остальные авантюры, пляски, гуляния. Вот существует даже такая ситуация, что в эти годы не очень здорово, например, жениться или выходить замуж. Для этого можно сделать, например, все то же самое. В следующем году в старину даже как бы было рекомендовано пожить какой-то период в монастыре, чтобы понять вообще суть самого себя. Но мы сейчас, конечно, в монастырь не пойдем на целый год. В всяком случае, конву я вам набросала. Как вы ее уже отыграете в своей жизни, вы поймете. Это год не для активных действий, не для зарождения нового бизнеса, не для смены чего-либо в вашей жизни. Потому что, к сожалению, это все будет безуспешно. То есть удача этого года в этом направлении не распространяется. Поэтому вот как-то так и попытайтесь планировать свою жизнь. У кого в сумме получилось десятка, ответ вам следующий. Год, энергия года будет организована под знаменем карты Колесо Фартома. Вот вы сейчас уже, наверное, начали потирать ручки. Колесо Фортуны. Ура, ура! Фортуна нам поможет. В этом году все сделаем, все замечательно. Я вам точно могу сказать, что этот год действительно вполне может быть удачный. Но для тех людей, которые правильно умеют балансировать. Вы ведь подумайте, колесо совершает круговое движение. То полоса черная, то полоса белая. То вы вверху, то вы внизу. А самый счастливый тот, кто находится в центре колеса. Как бы колесо не крутилось, а он не переворачивается вниз головой. И вот вам суть этого движения. Оба открутятся, а центральная ступица статично. Вам надо научиться усидеть на центральной части колеса. Иными словами, жизнь вам сама подкинет удачные или неудачные события этого года. Самое главное, вы не прилагайте к этому никакого усердия. Потому что слишком активно пускаясь в движение, вы можете потерять свой баланс. И попадете в кручение обода. И так и будет вас штормить целый год и крутить кверх ногами. Как это перевести на человеческий язык? Могу вам сказать, дорогие мои друзья, что невзирая на то, что вас будет активно пусшить, и у вас будет огромное количество возможностей, которые будут возникать, вы должны при этом вести избирательную, так сказать, систему по отношению этих возможностей. Не все из них здравые. Вы знаете, как вот ветром подхватило, и нужно, и не нужно, и можно было бы туда и не втравливаться, все равно кучей прилетело, и вы за все схватились, и думать вам некогда, и вы за все там схватились, за миллиард дел, суету развели, так дело не пойдет. Включаем голову. Так, это нужно, это не нужно. У вас должна быть продуманность и система в этом году. Слишком хаотично все будет вокруг вас. У вас будет желание начинать дела, и их не заканчивать. Потому что в этот момент, пока вы еще увлечены этим делом, вдруг неожиданно забреживали новые возможности. То кинули, туда побежали. Пока делали то, опять что-то забреживало, опять бросили. Это и в бытовых мелочах будет проявляться, и в глобальном, дорогие мои друзья. Попытки заниматься семью делами одновременно. Попытки сесть на семь стульев одновременно. Желать большего, чем можете унести. Хвататься за большее, чем можете сделать. Вот тут надо просто отсекать ненужное, и самое главное, доводить в любом вопросе дело до конца. Пока вы будете его доводить, и не отвлекаться на побочные явления, есть шанс извлечь все полезное для себя из этого вопроса, а потом, доделывая его, спокойно перекочевать в следующий. Таким образом, по исходу этого года у вас будет достаточно благоприятный и капитал, и отношения, и КПД ваших действий. А вот если вы меня не услышите, у вас в этом году вам обещан хаос, полный провал, вы ничего не будете успевать, вы будете все время сожалеть, что вы вроде бы как бы и бежали за удачей, но в результате никуда не прибежали, и этот год по истечению вы назовете, это был дурдом. Это был очень удачный год, а дурдом из него сделали вы. Самое главное, что не начинаем, доводим до конца. Что там, знаете, что бы ни происходило, довели до конца, взяли за другое. Тогда вы точно усидите в центре колеса, тогда вы здраво увидите очередной благоприятный шанс, успеете к нему долететь. Вот какая система. Ну а для людей, которые не хотят думать, ничего планировать, не пунктуальные, не готовы делать над собой усилия, а ладно, как-нибудь само собой, я не знаю, куда их этот год может донести, и куда он их выгорнет. К концу такого года они могут потерять бизнес, они могут расстаться с семьей. Вот если у вас такие будут результаты этого года, это говорит о том, что в вас совершенно нет системы. Вы человек настроения, вы делаете, что попало, отсюда такие результаты. Так что, конечно, уберечь вас я от этого не могу, но если у вас именно будут такие итоги вашего года, которые сейчас к вам стучатся в двери, то, к сожалению, вам очень глубоко надо задуматься над тем вообще, как вы живете. И еще, дорогие мои друзья, могу сказать, особый хаос под колесом фортуны получают те, кто неправильно проживает год отшельника. Год отшельника говорит о том, что надо задуматься, определить цель, хорошо к ней подготовиться, вообще подумать, что тебе нужно в жизни. Если ты к колесу фортуны подходишь с устоявшимися принципами, ты понимаешь, что прожигать жизнь это не самое главное. У тебя есть план действий, то, свете предшествующие карты, вы очень здорово проживете год колеса фортуны, потому что у вас есть все. Вы уже продуманы, целенаправлены, и так надо что-то делать, вот это начинает и заканчивая. Тогда вам и в бизнесе плюс, и в отношениях плюс, и все замечательно. А если вы год отшельника проскакали, пропели, тут вам на голову свалился год колеса фортуны, ой, мамочки, сколько возможностей. К концу года точный банкрот по всем статьям, и в семье, и по всем остальным позициям. Вот что интересно, карта второго, карта имеет каждое свое значение, и некоторые из них очень друг друга созвучны, и располагаются они не подряд, а так периодически вкрапляются среди других, потому что он есть периоды активной жизни, и периоды должны быть размышления, определения целей. Вот если вы не знаете, как вам жить, мы тогда и обращаемся к тем, кто мудрее, кто дает мудрый совет. Вот карты второго великолепные дают советы. Когда тебе подумать, когда тебе поработать, когда тебе тихо посидеть, когда тебе так-то пожить. Вот попробуйте в свете моих рекомендаций построить свою жизнь. Может быть, она станет у вас более приятной и более интересной. Так вот, дорогие мои друзья, годы, когда вы должны думать, вы должны думать. У вас должен быть план действий. Если вы недовольны результатом, если вы все время топчетесь на одном месте, за что не берете, все у вас не получается. На любой работе вам не платят, и шансов у вас никаких нет. Копните в себе, может быть, у вас что-то не так, может, вам что-то надо измениться. У нас всегда виноваты все начальники, птички, рыбки, ну, в общем, все кругом подонки, а вы святой, но у вас ничего не выходит. Поверьте мне, многое еще находится у нас сами. Самое главное, вовремя избавиться, правильно перенастроиться. Ну, и так, такое философское отступление, но я думаю, что на тему. Еще, дорогие мои друзья, в этот год, учитывая особое то количество всяких возможностей, которые будут возникать, не все возможности, как бы, они праведные и правильные. Возможно, некоторые из них предполагают, что вы нарушите дружбу, будете, например, красть возможности у своего, ну, такого же собрата, ну, то есть, как бы, будете изменять своим принципам. Я вам этого дела не советую, только праведные дела успешны в этом году. И помните, что этот год будет абсолютно нестабилен. Даже если вам удастся максимально комфортно держаться в центре колеса, тем не менее, он представляет собой полосы черной и полосы белой. Если вам на голову сыплется удача за удачей, помните, что все равно этот период достаточно ограничен. За этими удачами вас будут преследовать неудачи. Потом все переменится, колесо раскрутится, и вы опять вступите в белую полосу. Но до нее еще надо дожить. Чему я это говорю? Если у вас есть какие-то поступления денег, причем не регулярные, а так кушами, от случая к случаю, в этом году надо очень серьезно рассчитывать свою казну, чтобы не получить, да ладно, завтра будет. Вы уже привыкли, что у вас так все здорово. А там раз и облом по каким-то причинам. А у вас за душой ничего нет, потому что вы широко жили до этого. Этот год в этом смысле должен быть продуманный. Всегда должна быть копилка на черный день, потому что на то и день удачливый, потому что за ним идет день неудачи. А на что-то колесо. Поэтому очень внимательно рассчитывайте свой бюджет, предусматривайте вещи, которые неожиданно могут ворваться в вашу судьбу, даже там, где ничего не предвещало. Тогда у вас все будет второго. Карта колесо фортуны достаточно трудна, в общем-то, трактуемая карта. Почему? Потому что то, что мы иногда считаем своей неудачей, на самом деле наша удача. Просто мы не умеем разобраться, что для нас удачливо, а что нет. То, за что мы держимся мертвой хваткой, считаем подарком судьбы, на самом деле то, от чего лучше было бы избавиться. и в некотором смысле крахе этого года иногда освобождение вы просто не видели, что это для вас давно обуза. К сожалению, бывает и так у карты колеса фортуны, вы лишаетесь того, что было как бы рядом с вами многие годы, вы паникуете, вы считаете, что это полный крах, на самом деле это просто возможность в следующем году получить что-то лучше или больше. самое главное никогда, что бы с вами не произошло в этот год, не опускайте руки, обязательно скребитесь, что-то делайте, ничего невозможного для вас нет и потери попробуйте проанализировать сторонним взглядом. Просто посмотрите на ситуацию не как на свою личную, а как, например, вот со стороны, что там происходило, как оно было, проанализируйте. Возможно, ответы на вопросы где-то рядом для того, чтобы вы сделали выводы. Единственное, могу сказать, что год действительно неспокойный. Вот такого течения, как начали с 31-го, до 31-го докатились, ничего не происходило. Боюсь, так не повезет под эгидой этого года. Ну и возможности, дорогие мои друзья, там тоже для вас припасены. Главное, не просмотреть. Хотелось бы более, так сказать, конкретнее, но верите, этот год надо просто прожить. У каждого он выглядит по-своему. Только знаю одно, что удача дама у нас, в общем-то, своенравная. Сегодня она посидела у вас, завтра увлекалась кем-нибудь другим. Поэтому уж сильно, как говорится, губы не раскатывайте. Продуманность в этом году нужна как ни в каком другом. Те, у кого в сумме получилось 11, во-первых, вы помните, что это число мастера. Я вам уже говорила, это говорит о том, что это годы ответственные, обещающие перемены в ближайшее время. К худшему или к лучшему зависит от того, как вы проживали до этого, дорогие мои друзья. А в результате, если перейти к картам Тару, могу вам сказать, что 11 здесь, у нас присутствует карта Сила. Карта Сила, она тоже трудно, как бы трактуемых карт одним словом, потому что в ней очень много всяких философских смыслов. Могу вам сказать, что если перевести это на бытовой уровень, то ваши шансы на успех, безусловно, очень резко возрастают. Но, учитывая то, что вы будете в этот период достаточно активны и агрессивны, сейчас я говорю о мужском половине населения, кому досталась эта карта, то могу вам сказать, что в некотором смысле эту агрессивность, этот напор вы будете переносить на всех окружающих. Для дам, которые очень дорожат своими лидерскими качествами и давно уже привыкли везде верховодить от работы до семьи, это не ваш год, дорогие мои женщины. Ваша манера общаться со своим партнером может вас лишить этого партнера вообще в этом году, либо испортить отношения значительно, а потом вряд ли вы их будете сохранять. Для мужчин и женщин, которые в этом году получили такой знак судьбы, как одиннадцатый аркан силы, могу вам сказать, ваша задача при всех, любых обстоятельствах, любых трудностях и радостях, которые принесет этот год, сохранить гармонию, уважительное отношение к окружающим. Дело в том, что карта выглядит как девушка, которая укрощает льва. Лев – это наша агрессия. Лев – это наши инстинкты. Ведь мы же многие, особенно те, кто, собственно, не лучшие представители человечества, они ведь давно живут инстинктами. У нас есть часть характера, наработанная воспитанием, вообще какими-то душевными качествами, которые нас дают от природы, которые не дают нам возможности не извергнуться в глубочайшие поруки, не превратиться в отпетых хамов, негодяев, несъедобных для окружающих, то есть людей, от которых все стараются держаться подальше. Так вот, у некоторых особей вот эта облагороженная часть характера, она в некотором смысле рассасывается вовсе. И перед нами предстает эдакий лев, который много кушает, много ходит в туалет и имеет посылы только к размножению. То есть вы же понимаете, ничего человеческого там нет. Укоротить льва можно силой, порвать ему рот, правильно? Задавить его удавкой или застрелить. Но девушка, которая украшает льва, она действует самыми ласковыми, самыми деликатными. Она его украшает лаской и любовью, доверием. Вот вам ответы на все вопросы. Если вы не хотите скатиться в ту сферу потери человеческого лица, потери всего, что вы имеете, духовного и ценного для вас, как бы вам не хотелось, как бы вас не пушило, вы должны держаться в рамках отношений, строить в этом году на любви, на доверии, на взаимопонимании, как бы трудно вам это не давалось. Эта часть вам будет удаваться, очень трудно. Вы будете агрессивны, скандальны, из вас полезны, все то, извиняюсь, но вы уже поняли, что вы давно скрывали и даже никому не показывали, для людей, быть может, это даже будет откровение, что в вас это есть. Умный человек этого вообще людям не покажет, но зачем вам пятно на вашей биографии, вас держат за нормального, но в вас это есть. Из вас попрут ваши демоны, лень попрет из вас, например, агрессия, упрямство. То есть вы проявите не самые лучшие качества своего характера. Это свойственно под эгидой этой карты. Пожалуйста, самая большая победа это победа над собой. Этот год как раз вам предоставит все возможности поработать над собой. Не надо никого виноватить в том, что с вами будет происходить. Не надо кичиться своей силой, своими возможностями. Не надо развивать себя в лидера, в ущерб отношений нормальных с окружающим. А в вас это все в этом году будет просто произрастать пышным цветом. Вам ничего не будет жаль. Вы будете доказывать, что вы бог любыми средствами. Результат этих действий может быть очень плачевным. В следующем году вы одумаетесь, но у вас уже не будет ни близких, ни друзей, ни семьи. Вы все это разрушите в этом году. Если неправильно будете строить отношения. Любовь, гармония, дипломатия. Любовь, гармония, дипломатия. Надеюсь, вы уже запомнили. С точки зрения продуктивности, вот и материальная часть, конечно, год один из самых лучших. У вас есть все. Энергия, силы, возможности, идеи. Все, что вы затеете в этом году материального, это вам, безусловно, удастся. Возможно, вы избавитесь от каких-то старых принципов, которые вам уже давно, собственно, надогели и мешали, тормозили. Все это очень позитивные стороны этого года. Если вы давно мечтали заняться спортом, отточить фигуру и прочее, это один из самых прекрасных годов, когда физическая форма подлежит и поддается коррекции. Но, занимаясь материальным и физическим, помните, что без второй части маргаризонского балета, то бишь развития духовного, дело у вас далеко не пойдет. Если у вас есть постоянный партнер по жизни, вы семейный человек или у вас есть подруга или друг, который вы давно, собственно говоря, встречаетесь, вы должны прекрасно понимать, что этому человеку в этом году вы должны посвятить всю свою душу, все свое сердце, никаких конфликтов, никаких выяснений отношений, никаких решений силовым методом. Вы про это забудьте, иначе ваша удача обрушится. И не будете вы рады материальному, если получите душевную травму. Здесь никогда не надо забывать, в равной степени должны быть под вашим неусыдным контролем и физическая, и духовная часть вашего развития. Вот только тогда у вас будет все замечательно и прекрасно. Если же вы одиноки, что вас ждет в этом году? Ну, ключевое слово этого года страсть. Страсть, которая будет затмевать вам все, как говорится, фибра вашей души. Страсть, она ведь в одном смысле хороша, если вы страстно занимаетесь своим любимым делом, это тоже страстно. Но в некоторой степени здесь сложится и нагрузка на ваши личностные взаимоотношения. Это же совершенно понятно. Это один из самых важных инстинктов. А все-таки вы в этом году наполовину лев, хотя и достаточно украшенный, но тем не менее вот эта вот часть вашей жизни она будет весьма и весьма процветать. Я не думаю, что вы пуститесь в оргии, чтобы, собственно говоря, ублажить свою страсть. Но то, что у вас будет масса любовных приключений, вы будете искать своего партнера и в этом смысле у вас жизнь будет достаточно яркой и красивой, это я вам точно гарантирую. Такова сущность этой карты. Правда, могу предупредить и людей семейных, что эта страстность, вот это в некотором смысле порочность, которую обещает эта карта, и вас может подталкивать к тому, что вы будете задумываться, а вот такое оно плывет в руки, а может воспользоваться, а может это вам нужно. Повоздержитесь, дорогие мои друзья. Вряд ли ваши новые отношения приведут к тому, что вы обретете больше счастья, чем умеете. а разрушить свою семью возможно и сделать это достаточно легко. Так что, если дорожите семью, полоздержитесь в этом году, хотя вас будет пушить, могу вам сказать точно. Вот это животное либидо, которое у вас будет просыпаться периодически, это дань этому году. Ну так уж подумайте, все-таки либидо, либидо, а голова все-таки не только шапку носить, надо же как-то разделять мухи и котлеты, иначе можете отравиться достаточно серьезной неприятностью. Чем еще могут проявляться ваши инстинкты? Возможно, вам пожелается положить себя по всем статьям, не только в любовной сфере, приложиться к рюмочке, поиграть, где-нибудь спустить денежки, особенно, если они у вас есть. Дорогие мои друзья, демоны всегда рядом с вами. Рядом с вами демон тщеславия, демон агрессии, демон растратчик, демон, их огромное количество. Они сейчас, в этом году получают возможность будоражить вашу душу. Ну так елки-палки, кто их главный-то в этом деле? Вам придется проявить чудеса мужества и прожить этот год достойно. Вот тогда вы точно можете быть уверены в том, что с вами все хорошо. Итак, все свои дурные привычки, пороки, походы налево, семейные люди, пожалуйста, воздержитесь. Будете потом вспоминать меня добрым словом. Если в сумме после ваших подсчетов у вас получилась цифра 12, то вы будете жить этот год под эгидой карты повешены. Вот, пожалуйста, только сейчас совершенно не надо пугаться. У нас впереди не менее, так сказать, печальные карты, но повешены это не повод расстраиваться. Вы только должны понимать, дорогие мои друзья, что тот, кто занимается картой Таро, он эту карту умеет читать и понимает ее смысл. Но я вот немножечко расширю ваши горизонты, для того, чтобы вы все-таки не думали, что это что-то глобальное и предупреждение серьезное. Дело в том, что человек, изображенный на этой карте, повешен не за шеей, он повешен за ногу и висит не с головой на дереве. На этот счет существует легенда, что Бог Один, вы же скандинавские сказки знаете, и про викингов знаете, не по насушке. У них свои божества были. Бог Один один из самых старших. Он сам себя привязал к дереву познания, для того, чтобы получить в дар руны и понять их смысл. То есть вот в этой ситуации есть ответы на все вопросы. Жизнь странным образом начинает приняться, вы ее перестаете узнавать. Вообще она не похожа на ту, которая была. Она просто перевернута для вас с ног на голову. Все другое, все непознанное. Как будто вы только родились или начинайте с чистого листа. Но это свойство этого года. Он дает те возможности, которые, конечно, он вам предлагает принудительно. Ну, вот вы можете лишиться работы. К примеру, в этом году вполне вероятно. Но это только для того, чтобы получить новую, может быть, более перспективную. Просто вы начните шевелиться, искать эту работу, думать об этом. У вас искусственно забрали то, что уже давно надо было забрать. Верите? Если мир перевернулся, тоже становитесь на голову. Дело в том, что если Один пришел туда за познанием, за новыми знаниями, и вы воспринимаете изменения в своей судьбе точно так же. Это отмерло, но и Бог с ним. Не надо сидеть в истерике, не надо впадать в пространство. С утроенными, удесетеренными силами ищем что-то новое для себя. Вы можете избавиться от старых отношений. Вы можете утерять канву, которой жили несколько лет до этого. Но верьте, китайцы конечно говорят, не дать вам Бог жить во время перемен. Но если бы перемен не было бы, жизнь была бы совершенно невыносимой. Это трудный период будет в вашей жизни. Быть может, он будет, он может пройти и точно так же, как и предшествующий год. Но такова его революционная сила, что он человека лишает спокойно заскорузлой, уже, извиняюсь, завонявшейся жизнью для того, чтобы сменить ее на более успешную. Для того, чтобы утвердиться в этот год, если вы что-то потеряли, вы должны сами усовершенствоваться. Во-первых, сделать выводы, почему это произошло. Но вот даже если вас будут увольнять с работы, наверняка вам скажут, что вы там не справлялись, не надо ни с кем спорить. Это тема для внутреннего размышления. А вдруг там это действительно имеет место быть. На новом месте работы, пожалуйста, с такими же недостатками работу не начинаете. Расстались с семьей. Делайте выводы, что с вами происходило до этого. Вам до этого просто не было дела. Сейчас вы висите вниз головой, вы потеряли, главное не растеряться, никакой паники. Жизнь не закончилась. Она просто вам показала другую сторону, которую вы не видели и даже не подозревали, что такова и есть. Вы не считали нужным вообще смотреть в это. Вас вынудили. Я говорю самые глобальные перемены, которые может принести этот год. Для того, чтобы вы были готовы, не надо каждому сидеть и сотрясаться. Ой, со мной это будет. Может с вами этого и не будет. Может вы достаточно продуманно ведете жизнь, у вас все настолько хорошо, что карта повешенного не в состоянии испортить вашу жизнь. Ну и чист вам и хвала. А для тех, которые живут как одуванчики и пользуются только тем, что прибило к берегу, как говорится, не делают над собой усилий, не растут, ничего не предпринимают. Да, для них год может повернуться именно глобальной стороной, но так делайте живую воду. Вас уже носом ткнули в то, что вы ведете себя неверно. Вы живете как инфузория. У вас ничего человеческого нет. Вы не проявляете ни жажды жить, ни стремления жить. Вот вам результат. Не сделайте выводы, дальше ситуация будет усугубляться. Потому что карта повешенная начинает целый сериал достаточно грозных карт, которые говорят, что вас ожидает потрясение еще более глобальное, чем под эгидой этой карты. Но об этих картах будем говорить впоследствии. Вы должны готовы, чтобы вас будут ожидать перемены. Я никого абсолютно не программирую. Я за свою жизнь пережила уже все карты, о которых сейчас говорю. Как видите, жива здорово, и вам того же желаю. За жизнь цепляюсь, возможностей своих не упускаю. Растут даже в те годы, когда другие лежат уже на подушках и говорят, мне нафиг не нужно, моя жизнь идет в закат. Это у них идет закат, а у меня идет к рассвету. Вот конференция вот эта, понимаете? Вот казалось бы, я же не ребенок, и можно было бы уже себе позволить период отдыха. Но я считаю, что человек должен развиваться всегда. Поэтому для меня карта повешенной, или карта смерти, которая там идет, или карта башни, которую мы будем говорить, для меня они в равной степени не страшны. Почему? Потому что я стараюсь строить свою жизнь самостоятельно и продумывать ее. Поэтому, как видите, я лишний пример того, что вот не надо сейчас ах, это повешенный, сейчас вот ложимся, лапы складываем и все. Все с точностью да наоборот. Карта повешенной учит уму-разуму тех, кого уже следует получить. И если вы попадете в эту когорту, ну, дорогие мои друзья, просто сделайте выводы и начинайте новый период в вашей жизни. Расстаньтесь совсем легко. Это давно уже, кстати, устарело, если уже что-то вас постели. А впереди у вас новое счастье. Только к нему придется приложить руки, обновиться и дать возможность растить с чистого листа. Карта и Таро они не событийные в том плане, что завтра, послезавтра, это философия жизни. Представляете, в одной карте уложено наследие поколений в изображение, в цвете ее. Это напутствие. Те, кто уже не с нами, они отразили свой опыт житейский в одной единственной карте. они уже были в этих ситуациях, они знают, как себя надо вести. Вам остается только послушать или нет. Да, это больно, когда у тебя судьба забирает то, к чему ты привык на протяжении десятков лет. Но это еще не повод накладывать на себя руки. Вот и все ответы на все вопросы. Сейчас еще все-таки дополнение, потому что, чтобы вы поняли суть этой карты. вот представляете ситуацию, что вы в капкане. Вот вы шли, 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 как пришлось шли, зашли в тупик, попали в капкан. Чем больше вы дергаетесь, тем больше вы увязаете, как в зубочем песке. По сути дела, здесь по логике вещей явно прослеживается. Вам нужен поворот. Все как вы жили, это уже капкан, это тупик, идти уже некуда, все. Так, как вы раньше жили, это уже все, с этим надо расстаться. Не хотите добровольно, вам жизнь все равно подкинет такие сюжеты, что вы все равно лишитесь того, за что так отчаянно цепляетесь. Воспримите ситуацию как должно, сделайте выводы и начинайте жизнь совершенно в другом ключе. это может быть тяжелый развод, это может быть тяжелое лишение работы, это может быть паника и отчаяние. Но опять же напоминаю, не останавливаемся, ищем выходы. Как бы ни было странно, бросаем то, что было, уезжаем в другой город, начинаем с чистого листа, ищем себе ресурсы, таланты, на чем можно начать что-то. ничего нас не должно останавливать, ни супруг вечно пьяный алкоголик, который кричит, что ты виновата в моей судьбе, ничего не делаете, еще требует себе внимания и так далее. Вот что происходит с людьми под эгидой вот этой карты. Ну так избавляйтесь, пусть он сидит себе и допивается до чертиков, чего вы должны о нем переживать. Он уже на вас поставил крест и на себе. Ну и все, дайте ему умереть, перестаньте сотрясаться, перестаньте свою жизнь дарить тому, кому она уже не нужна. Все, это все события, обычно происходящие под картой повешенные. Ну это самые глобальные, такие тяжелые, сейчас я вам формы рассказываю. Но если это что-то где-то созвучно в вашей судьбе и вам пришлось после почетов столкнуться с этой картой, вы знаете, что делать. Как бы не было больно, как бы не было страшно, отсекли, как мы вырезаем рак. После успешной операции у нас еще есть шансы пожить полноценной нормальной жизнью. А если мы рак не удаляем, а выращиваем, то соответственно судьба наша такая. вот примерная суть этой карты. Мне нередко приходится читать чужие судьбы достаточно печальные. Я очень удивляюсь долготерпению людей, которые в принципе уже совершенно очевидно видят, что это уже невыносимо, но и так же страшно и невыносимо им избавиться от этого, потому что они уже к этому привыкли и кажется, что без этого никак нельзя. Помните, что если вам вот в такой ситуации и вам выпала эта карта, это вам сигнал. Всегда надо заплатить жертву за то, чтобы получить новый шанс. Это ваша жертва, вам придется это морально пережить и все, но время наступило, режем. Режем старую работу, старые отношения, которые уже себя изжили. Если вы видите, что в тупике ничего не меняется, только усугубляется, это сигнал к тому, что режем. И начинаем с шестого листа, как бы не было страшно. Такова суть этой карты. Для молодых это не так страшно, для людей в годах это просто паническая ситуация, но извините, если вы этого не сделаете, ситуация может стать для вас смертельной. Зачем оно вам надо? Я думаю, что не надо. А в любом случае, даже если отойти от таких глобальных уже прогнозов, могу сказать, что это все равно год перемен. Что-то в вашей жизни все-таки изменится, дорогие мои друзья, потому что все равно вечно мы не можем жить в определенных рамках. Это год, когда если вы что-то хотели давно изменить, например, просто поехать пожить в другой стране какое-то время, осмотреться, там что-то такое. Самое золотое время. Это как раз для познания нового, для примеривания к себе, как будущий вариант проживания и так далее. Очень замечательный год для определения своего будущего. Если в процессе ваших подсчетов у вас получилась цифра 13, это значит, что вы имеете дело с арканом под названием смерть. Бога ради, у картеро достаточно говорящие названия, но никакого отношения к похоронным маршам они не имеют. Дело в том, что умереть можно под любым арканом и даже под арканом солнца, которое обещает великое счастье, если ты глубоко болен, стар или на это есть обстоятельства. Поэтому никогда пожалуйста аркан смерть не воспринимайте как то, что вам в этом году придется умереть. Это даже обсуждение не подлежит, даже разговаривать не буду. О чем идет речь под эгидой карты смерти? Вот то, что зародилось в год повешенного, то есть перемены наступили, вы поняли, что вы в тупике. Если вы в течение этого года не решили свои проблемы, они плавно усугубляются и подходят под карту смерти. хотите вы или нет, в этом году оперативным путем ваши проблемы будут разрешены. И сколько ни откладывать тот момент расставания, перемен каких-то, они очень для вас приятны, они все равно вас настигнут. Поэтому лучше с этим разбираться добровольно, еще под эгидой карты повешены. что имеется ввиду? Дело в том, что новая стучится в вашу дверь, но вы ведете себя таким образом, что дверь не открываете и нового боитесь. Поэтому вы будете рождаться как ребенок через муки материнские. Вот точно так же вам в этот год будет больно, неспокойно и горько. Вы будете переживать свое второе рождение. Вы будете лишены по сути дела того, чем ознаменовывается вообще событие этого года? легким и простым его не назовешь. Вы можете лишиться, напоминаю, работы, долго ее, например, не найти. Но если не искать, вы ее и не найдете. Разводы всякого рода, безусловно, это всяческие болезненные обновления, которые бывают в нашей жизни. но напоминаю, если искусственная судьба не вмешается в вашу судьбу, то если появляется такая карта, как смерть, все, что вам надоело, вы можете приурочить к этому году. Все. Вплоть до того, чтобы выбросить старые вещи, это тоже выбросить старую работу, старые отношения, ну, в общем, все, избавиться. У человека, говорят, привычка хуже неволи. Поверьте мне, часто нас рядом с ненужными вещами держит не любовь и привязанность, как мы это понимаем, а именно чувство привычки. я не представляю, как без этого жить. Даже если это мазохизм ежедневный, варварство и никчемность, ну, вы понимаете, оно уже явно будет, уже все кричит, каждая фибра вашей души кричит, я больше не могу, и вы продолжайте это, знаете, циничное издевательство над собой. Решки уничтожайте, возрождайтесь, и вы не представляете, насколько легко через время вы себя почувствуете. Это время операционных действий. Если вы этого не сделали раньше, напоминаю, в прошлом году, делаем сейчас, потому что, дорогие мои друзья, после смерти через карту идет башня. Башня, извините, это уже итог. У некоторых это, например, дурдом. Но вы даже не хотите, нервную систему эксплуатировать бесконечно нельзя. Поэтому то, что вы продлеваете, в некотором смысле для вас бывает смертельным. Но я опять же говорю, я иду по самым-самым таким глобальным моментам. Напоминаю, что если мне уже далеко за 10 лет, то в моей жизни вся круговерть, карт уже была. Я вам приводила этот пример и еще раз повторюсь. я пережила их все. Были в моей жизни точно так же потери и приобретения. И ничего этого страшного нет. Это не какие-то там такие события, ах, прямо пережить невозможно. Мы все переживаем, забываем, а задним числом на то, что нам было страшно, смотрим и даже размышляем, а что я так боялся. Боялся потому, что мы осторожничаем зачастую. И существуют такие годы периода, когда надо резать по-живому, для того, чтобы просто открыть себе возможности в будущем. Чтобы потом, через несколько лет, глядя на вот этот ужас, в котором вы сейчас живете, сказать, чего я это не сделал 20 лет назад, но нафига я до сих пор жил и вот это себе жизнь переводил. Это обои позднее раскаяние. Поэтому, дорогие мои друзья, все, что отжило, не нужно, устарело, вплоть до того, что вот, ну, хотите жилье поменять или так далее, вам будет трудно, вам будет хлопотно, но в любом случае это будет правильное действие. И все их делаем под картой 13-го аркана под названием смерти. Для того, чтобы вы перестали бояться этой карты, могу сказать, что она автоматически отвечает за трансформацию личности. Такое с нами происходит на протяжении жизни некоторые периоды. 14 лет, 30, 32, 36, 40, 42, 60, 63 года. Это переломные этапы в нашей жизни, дорогие мои друзья. Для мужчин с 33 до 36 есть ситуация, когда их много уходит из жизни. почему? Потому что это расцвет, это как бы человек не верит, что с ним что-то может произойти, это гонки на больших скоростях, на машинах и так далее. Это случайности, которые уносят людей. Наша семья тоже пережила потерю близкого человека, ему тоже было 36. В эти годы надо быть просто осторожнее, надо быть внимательным, надо быть максимально продуманным, не рисковать собой под эгидой карты этой. Вы должны жить на философском, на очищающем смысле, я вам уже сказала, а если это еще рассмотреть с точки зрения риска, неоправданного, авантюр, каких-то телодвижений, которые граничат с идиотизмом, с этими всеми вещами надо быть осторожным. У вас судьба сейчас, собственно говоря, не защищает. Вы должны жить тише воды, ниже травы, вести обычный образ жизни и очищаться от лишнего. Вот что вам необходимо. Никаких скоростей, никаких излишних путешествий, которые там, понимаете, прыжком на каких-то тарзанках вниз головой. Не в этот год, пожалуйста. Вот и все. Проживете его тихо, будете жить еще очень много лет, без всяких проблем. Разберитесь лучше с собой, с тем, как живете, что делаете, построите планы на будущее. Это прекрасный год для избавления от старого, возрождения, так сказать, себя из пепла и зарождения новых идей. Так что вот такие вот вехи, дорогие мои друзья. В этой карте есть просто предупреждение, что вы, может быть, излишне рискуете, что, может быть, надо жить поспокойнее, что, может быть, вы увлекаетесь, дорогие мои друзья, какими-то травами, не будем называть их слов, может, вы в рюмку начали заглядывать. Все это вам может укоротить жизнь. Это предупреждение такого рода, бытового. И, коль я не знаю, почему я должна об этом молчать. Карта, она ведь, собственно говоря, не говорит, что вы вот пойдете и умрете. Она просто говорит, что вас образ жизни вероятно вас до этого доведет, потому что вы глобально меняете суть своей жизни. Вы выбрали неправильное направление, если дальше будете по нему двигаться, то, как, знаете, как, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, себя потеряешь. Ну, так что, придется вам задуматься под это перекресток вашей жизни. Так что, вот так вот, дорогие мои друзья, если вам что-то непонятно, или я слишком завела философские гибри, можете задавать мне наводящие вопросы в комментариях, я постараюсь вам ответить. Но, в принципе, это все равно для того, чтобы вы обмыслили, включайте голову. В принципе, во всем, что я сказала, если перемирить на себя, проанализировать свою ситуацию, вы зацепки найдете. И как с ними поступить, я вам тоже сказала. Итак, надеюсь, вы поняли, что бояться перемен не нужно, даже если они болезненные страны для вас, воспримите их как должное. Для этого года есть только одно табу. Можете продолжать все свои дела, которые вы делали в бизнесе, впрочем, с превеликим удовольствием, пожалуйста. Но только за рождение нового проекта вообще чистого листа в этом году катастрофически будет подвержено краху. Этот год пропускаем для всех новшеств. Вот прямо, если они новые, новые, аж прям не могу. Если у вас уже дело было в шляпе и вы собирались, лучше переложить на следующий год. Энергия этого года не способствует, так сказать, развитию живых растков. Они больше склонны отрезать и отсекать. Ну, а начать, чтобы сразу отрезать, это, как говорится, идет в разрез вашим интересам. Год, не подходящий для новых проектов. После глобальных и трагических перемен, которые, возможно, вам преподнесет аркан смерти, ну, то есть, такого глобального перелома вашей жизни, наступает период карты умеренности. Умеренность – это тайм-аут, это после бурь кратковременное затище. Этот год будет спокойный, тихий. По большому счету, глобальным каким-то переменам, в лучшую степень, такими энергичными порывами, он не отличается на то, как вы помните, и умеренность. Он предрасположен к тому, что если вы уже очень важное дело все-таки на год отложили, можете в этот год его начать. Ну, не форсировать, не устраивать никаких гонок по вертикали. Год к этому не располагает. Хорошо отдохнуть, общаться с близкими, ну, просто насладиться жизнью. Вот для чего нужен этот год. Умеренность говорит сама за себя. Живем тихо, спокойно, в удовольствие. Вот гида, собственно говоря, вот знак этого, собственно говоря, года. Вообще, могу сказать, что удача улыбнется в этом году тем, кто проявил максимум выдержки и спокойствия. И вообще, что касается, как лучше провести этот год. Год не способствует всяческим излишествам. Покупкам особняков каким-то делаем, только то, что необходимо по жизни. Вот это барство в этом году, оно, собственно, наказывается. если уже вы слишком широко живете, роскошно, кичитесь этим, всем на глаза показываете, и знаете уже, что такое купить такое, чтобы удивить общественность. Вот такие вот люди, как правило, в этом году, даже если это незаметно, то на протяжении последующих нескольких лет теряют все свое богатство, или их начинают постигать катаклизмы, потому что год умеренности рассчитывает на то, что вы научитесь жить посредством, радоваться тому, что имеете, и начнете считать деньги, и уважать то, что у вас есть. Жить достаточно скромно, как все оставшиеся люди, даже если вы миллиардер очень широкой ноги. Ну так что же делать? Оставьте всю эту свою ванливость при себе, если хотите сохранить свое имущество и то, что имеете. похваляться, трубить себе хвалебные оды, так сказать, барабанить в барабан свою честь, это все не для этого года. Переиграйте здесь, прижмите и будете наказаны в материальном смысле, а вы же этого не хотите. Итак, дорогие мои друзья, никаких излишеств и умеренност во всем. У этого года есть еще одна необыкновенная возможность, вы именно в этот год можете общаться со своим ангелом-хранителем. В этот год его особенно хорошо слышно, если вы решили к нему прислушиваться. Для нас общение с ангелом-хранителем заключено в нашем внутреннем голосе, который нам невольно подсказывает выход из той или иной ситуации. Можете довериться этому внутреннему голосу, можете слушать свою интуицию, даже если вы в особом отчаянии и ваши тормиты вы не знаете как поступить, просто сядьте, расслабьтесь в таком легкой полудрюме вам всегда придет ответ, как правило, это самый важный для вас и нужный в этот период. Так что не ищем ни у кого, там не стучимся и ничьи двери ответы находятся внутри вас. Ваш ангел-хранитель имеет возможность вам шерпнуть на ушко. Только попробуйте это услышать. Дорогие мои друзья, если хотите более-менее прожить этот год, а он тоже может быть непростым, в каком плане эмоционально, вот, например, болит что-то, там, работы нет или еще чего-то, вы мечтитесь, мучаетесь, главное лекарство в этой ситуации это спокойствие. А поверьте мне, выход придет совершенно неожиданно. Тогда, когда вы уже его не ждете, самое главное не паниковать, энергия паники категорически не пропускает никакие энергии больше к вам. И пока вы бегаете, машете крыльями, ничего с вами не произойдет хорошего. Лучше запаситесь, пожалуйста, терпением это раз, а во-вторых, почаще занимайтесь, например, вопросом трудоустройства, рассылайте резюме, проявляйте чудеса выживаемости и стремитесь к своему заветному моменту. Поверьте мне, вот при таких условиях у вас очень все быстро наладится. Ну что ж, карта умеренности, она своеобразная для людей, у которых более-менее все сложилось, это период отдыха. Для кичливых богачей это время задуматься, что богатство это весьма скоротечная вещь, если сильно ее выпендривать, то рано или поздно оно начнет рассасываться. Ну а для людей, которые находятся в отчаянии, послушайте свой внутренний голос, проявите чудеса выживаемости и спокойствия и рвение к тому, чтобы найти свое новое место, зацепиться за него и усердно работать. Если у вас при подсчетах в сумме получилось число 15, вас ожидает карта дьявол. Карта дьявол это не то, что к вам в двери постучались и начался фильм ужасов. Конечно, могу вам сказать, что события этого года мало чем будут отличаться от фильма ужасов, только потому, что это пришло время экзамена. Обычно такие катаклизмы постигают людей достаточно авантюрных, которые не ведают, что творят, ведут асоциальный образ жизни или увлекаются пороками разного рода. Перед этим у нас была карта умеренности, но не дошло до вас, как жить в этом году. Умеренность вы поняли по-своему. Продолжали прожигать жизнь, употреблять разное и всякое, да, например, рвались к богатству таким образом, что успели обрасти криминалом, да, или неприятности с законами и так далее. Ну, в общем, жили так умеренно, что получилось с точностью да наоборот. Тогда, дорогие мои друзья, год дьявола это ваш год. Здесь вы рассчитаетесь по полной за все, что делали вместо того, чтобы жить умеренно. это экзамен на прочность. Именно в этот период, как бы, чтобы вы поняли, что какова сила этой карты, вот что обычно происходит под ее, так сказать, патронатом. Это, ну, когда вы неожиданно узнаете об измене своего близкого человека. С эмоциональным фон, понимаете, да? Когда вы, например, в казино проигрываетесь в пух и перья и вместо человека с достатком выходите бомжом в одной кауши. Ну, чтобы вы понимали, да, что обещает эта карта. Но поверьте мне, как правило, для этого возмездия для тех, кто живет как попало. Для людей нормальных эта карта ничего совершенно не преподносит. Это может быть обыкновенная сдача экзамена в ВУЗ для человека нормального и ничем, как говорится, не страшит. А вот людям, которые ведут идиотический образ жизни, это как раз время пожинать урожай. Могу вам сказать, что карта дьявола, она сама за себя говорит. Естественно, что на троне сидит дьявол, это они обсуждаются. А по обе стороны от него два человека, женщина и мужчина, туго-натуго притянутых к трону цепями тяжелыми. Видно, что цепи. цепи, это пороки, которые довели до этого состояния. Если у вас этого нет, то спите спокойно, дорогие мои друзья, вам ничего не угрожает. Эта карта напоминания напоминает тем, кому по деяниям, как говорится, по цепи и достанется. Порочные люди в этот год, конечно, ведут себя, ну, как бы, им трудно приходится, могу вам сказать. Ну, и для тех, кто более-менее, так сказать, себя чувствует, помните, что в этот год вас, конечно, будет подталкивать под руку демону, уговаривая вас поиграть, например, в казино, например, а раскурить трубочку с кем-то с неизвестным составом, вы вообще этим никогда не страдали, тут найдется добрый человек, который вам будет шептать в ушко, что пора расширить горизонты, то есть сделать что-то такое глобальное, что может переменить вашу жизнь в худшую. Этот год не для подобного рода экспериментов, не для походов в казино, не для походов трубочки курить и вообще будьте от пороков подальше, потому что достаточно трудная может получиться ситуация, это вам такой совет от меня, вам-то оно зачем нужно. Бизнесменам в этот год, как правило, как на грех предлагать самые авантюрные какие-то ситуации, какие-то рискованные предприятия ввязаться, я вас очень попрошу, дорогие мои друзья, но год, не для таких глобальных историй, если вы меня услышите, каких-то неприятностей вы избежите, поверьте мне, энергии его не так чисты, как бы хотелось бы в принципе рассчитывать, поэтому взвешивайте, все денег не унесешь, этот год все-таки лучше провести в обыкновенной работе, без всяких выборков, потому что мало авантюр этого года заканчивается, благоприятно. Поверьте, дорогие мои друзья, вам совершенно не нужно бояться этой карты, никакого расчета за свои деяния, если таковых вы не делали, если вы ведете обыкновенный образ жизни, вам эта карта ничего плохого не принесет, сразу говорю, не надо ее бояться, это просто экзамен на прочность, кто вы такой, есть ли вас пороки, вас будут соблазнять, вы будете противостоять, если вы будете противостоять, дьявол до вас дотянуться не сможет, эта карта вам обыкновенная, нормальная, будет продуктивный год, лично для вас, а подумки разного рода и громад и прочего, и вот эти то есть дрожат, это уж точно им не поздоровится. Помните, пожалуйста, что дьявол предлагает в этом году очень разнообразный ассортимент, алкоголь, изобилие секса, борьба за власть, грязные игры, подковерные интриги, для многих людей здесь масса соблазнительная история, но я вам точно могу сказать, что надеюсь, противоядие у вас на этот счет будет. Если вы сумеете в этом году не ввязаться ни в какую историю, вас не добьют ни подо что ваши друзья, особенно это касается подростков, если у вас будет собственное мнение и вы не будете как баран в стаде подвергаться подстрекателям, то с вами в этом году все будет хорошо. Для людей, которые не имеют своего мнения, втянутых в какие-то компании и прочее, вполне возможно этот год может закончиться тем, арестом, тюрьмой и прочее. Я вас отнюдь не пугаю, дорогие мои друзья. Этот год надо все-таки понятное дело, что показать, что у вас сила света, а не сила тьмы в душе. Вот если вы сумеете таким образом в этом году продержаться, то, бога ради, все у вас будет хорошо. И даже год будет достаточно продуктивный. Я все время говорю на эту тему, для того, чтобы у вас в голове сложилось. Эта карта страшна только тем, кому есть за что переживать. Для вас остальных она не страшна. Для того, чтобы его, кстати, очень продуктивно пережить, у нас у всех есть теневая сторона нашей души. В этих заветных уголках лежат не лучше наши качества. Вот в преддверии года своего наведите там, пожалуйста, ревизию и подумайте, какая бы из частей вашего организма, вашего характера могла бы дать слабину. И эту сторону особенно надержите в узде. Ничего хорошего в дарах дьявола для вас нету. Там все с перебором. Это сначала все красиво, а потом затягивает. Кто-то первый раз заходит в казино и становится сразу игроманом. Кто-то первый раз получает сексуальный опыт и получает весок спид. У всех все бывает, дорогие мои друзья. Этот год не для подобного рода экспериментов. Так что просто возьмите себя в руку и пороком скажите нет. И тогда все с вами будет хорошо. Если при подсчетах у вас в сумме получилось 16, вам в этом году светит карта башня. Напоминаю, одна из самых тяжелых карт в колоде Таро. Но и опять же, для людей нормальных, ведущих обычный образ жизни, таких как я, я башню тоже попереживала в своей жизни достаточное количество, как видите, со мной все нормально. Но тем, кто не услышал предупреждений по поводу года дьявола, который был перед башней, и все-таки вел нездоровый образ жизни, приобщался к алкоголю, безудержно занимался сексуальной жизнью, безалаберной, с кем попала, где попала и так далее. Играл в казино, играл в карты, воровал деньги, погряз в криминальном бизнесе и прочее. Для них башня это самое время подвести итоги. Как бы не сопротивлялись эти люди, кара на голову в год башни упадет с непременной. Что представляет собой башню? В башню ударяет молния. из башни вниз головой летят и простые люди, и короли, потому что у них на голове корона. Это говорит о том, ни богатство, ни власть, ни ваши какие-то особые привилегии, которыми вы так учитесь в земной жизни, в призме карта башни вас не защищают. Вас защитить может только одно, праведное ваше поведение и достойный образ жизни, которым вы, собственно говоря, не отличаетесь. Поэтому, как говорится, вот она расплата вам и подоспела. Для всех остальных, дорогие друзья, спим спокойно, у нас с вами никаких катаклизмов особо не произойдет. Да, год будет непростым. Будет сложным. Почему он будет сложным? Потому что возможностей у нас будет немного вмешаться в судьбу так, чтобы ее взять, переделать, нажать, сказать, да, я могу, я сейчас сорву, я сейчас бизнес поставлю, я вот что-нибудь организую и все наладится. Увы, и ак. В этот год, конечно, ну, желательно этого не делать. Желательно работать на кого-то, тихонечко себе грестись до очередной нормальной карты. Там впереди замечательная карта, когда можно опробовать и бизнес, и все на свете и так далее и тому подобное. Годы подобного рода, о которых мы сейчас говорим, лучше провести тихо. В семейном очаге, улыбаться друг к другу, оказывать внимание, настраивать отношения, поверьте, даже в такие губительные годы, как башня, можно провести их достаточно счастливо. Ведь вас же не касаются те пороки, которые в себе развивали люди, которые не хотели быть людьми. Они себе избрали свой путь. Башня их поставит на место, а нам с вами это ни о чем не кразит. Мы будем ездить на дачу, заниматься своими хозяйственными делами, обустраивать свой дом. Просто возможностей радужных у нас в жизни не будет, но мы уже экономные хозяева и хозяйки. Мы будем как-то рассчитывать свой бюджет, наслаждаться тем, что у нас есть, не роптать на судьбу, и все у нас будет нормально. Поэтому этот год одинаковым для всех быть не может. кому-то он обещает просто период достаточно скромной, но приличной жизни, а кому-то я вам могу сказать, что если перевести эту карту в реальные даже места, что она собой означает. Это ограничение свободы, это понятное дело, это дурдом, вот например, иными словами, это крах чего-то. Ну это понятное дело, не разрушив не построишь. Поэтому чем оно в быту может для нас обернуться? Всякого рода разводы это тоже своего рода башня, но от разводов никто не застрахован в этой жизни, поэтому дорогие мои друзья, под башней просто заканчивается то, что тоже должно было быть закончено. У нас сейчас просто идут друг за другом практически радикальные карты, которые и как и в жизни ситуации, просто пришло время с чем-то расставаться. Обидно, если вы выбираете для расставания неважный год, а вот если вам давно уже картеть что-то разрушит, то как раз под эгидой башни можете от всего этого лишнего избавляться. отпустите события и даже если страшно кажется, то все равно это надо делать. Так что разводы вполне уместны в год башни, особенно если они назрели. Вот я вам только что сказала о разводе, некоторые начинают задумываться. Задумываться, дорогие мои друзья, не о чем, если вы уже давно на протяжении нескольких лет видите, что просвета в вашей жизни нету и не предвидится. И чем активнее вы сами будете инициировать этот процесс, и чем бодрее будете разрушать уже отжившее старое, тем быстрее засияет солнце. Поэтому отнеситесь ко всему философски и начинайте этот процесс. Мне приходится часто читать истории людей, они боятся расстаться. Я уже говорила на эту тему, еще раз повторюсь, но настало время, но решитесь вы, для чего вы терпите унижение и оскорбление человека, который никогда не исправится. Понимаете, слово никогда это самое страшное слово. Может быть какой-то башня вам поможет наконец отсечь ему возможность произрастать на вашем горбу, питаться вашей кровью и изводить вашу жизнь. Освободите место для более счастливых моментов вашей жизни. даже вот на этот счет было такое выражение, я прочитала, но примерно там суть такова не можешь пользоваться сам и уступи место другому. Только вот это есть на самом деле ответ на ваши все сомнения. Просто вы иногда по 20 лет своей жизни портите для того, чтобы наконец на 21 уничтожить врага в логове. я удивляюсь зачем мы так долго это терпим. Ведь суть наших взаимоотношений зачастую видна буквально через несколько лет после замужества. И я очень рекомендую многим дождавшись вот таких лет, как например повешенный смерть телебашни нанести урон нашим неблагодарным и недальновидным супругам для того, чтобы они не отравляли нам жизнь. В чем еще предупреждение года башни. Могу вам сказать, что именно в эти годы надо особенно озаботиться сохранностью вашего имущества, квартиры, дачи, недвижимости, движимости тоже в лице машины, потому что к сожалению год этот не способствует сохранности этого дела. Все должно быть застраховано, не брошено никогда без присмотра, потому что чтобы не было мучительно боно. Так что вот вам еще один такой момент, на который стоит обратить внимание. В эмоциональном смысле год тоже достаточно непростой, даже те, кто не провинился в год дьявола, но повышенная конфликтная ситуация будет в семье. Конфликт, он вообще витает в воздухе, энергетика этого года такова. И вам для того, чтобы иногда добиться справедливости, придется повышать голос, выходить из себя и прочее. Но меру все-таки в этом смысле знаете. И помните, что конфликты будут зарождаться прямо в воздухе, как будто атомы будут сталкиваться и заряжать все вокруг энергией. Будет хотеться поругаться, поскандалить, настоять на своем, выйти из себя. Ну, держите, пожалуйста, свои все-таки эмоции под контролем, потому что если потакать себя в этом случае, то отношения могут быть достаточно подпорчены. И даже не предполагая развестись вы к концу года, просто плавно подойдете к такой ситуации, потому что потакали вот этой агрессивности этого года. Надеюсь, вы мои услышали предупреждение. И напоследок, дорогие мои друзья, какие бы болезненные перемены не произошли с вами в этом году, не сопротивляйтесь им. Просто это болезненный переход к чему-то более светлому, прекрасному, интересному. Ну что ж, дорогие мои друзья, не очень у нас спокойная серединка наших карт. И это лишнее расподтверждение тому, что все годы счастливыми быть не могут. Это только в сказках и фантазиях такие годы себе можно нарисовать. Потому что энергетика у наших годов, которые мы переживаем, абсолютно разная. Но мы-то предупреждены, значит вооружены. Не обязательно году нами командовать. Кое-что мы можем сами с вами предусмотреть или хотя бы нейтрализовать. С чего я вам желаю. С вами была Елена. Дорогие друзья, важная информация для нашего обоюдного, комфортного общения. Если вам нравится то, что вы видите, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Тогда вы первыми узнаете о новых видео и важной информации о том,